Первым нашим собеседником с Сергеем будет Игорь Яковенко, российский социолог и журналист. Он должен сейчас присоединиться к нашему эфиру. Видим вас, Игорь Александрович. Здравствуйте. Давайте все-таки оттолкнемся от темы сюжета, которую вы с нами внимательно смотрели. Ну вот видим новацию от Минобороны, которая предлагает ставить граждан России на воинский учет уже даже заочно, без личной явки. Как еще заманивают сейчас россиян на войну? Какими путями? Шантажом, подкупом, огромными деньгами. Что вам известно? Главный инструмент это деньги. Деньги и ограничение возможности отказаться. То есть на самом деле, ну всегда есть, скажем, в крупных городах есть возможность снять квартиру, значит, какую-то или комнату и жить не по месту регистрации. Это вот основной способ избежать призыва. Ну есть еще, конечно, самый такой популярный и надежный способ это выехать за пределы России. Ну это тоже сейчас ограничено, потому что если ты попал вот в этот самый реестр, то в принципе выезд ограничивается. Так что на самом деле, если речь идет о крупных городах, то шансы есть. Шансы уклониться есть. Если речь о небольших городах и поселках, то туда просто приезжают на автобусе и все живое, все, что шевелится, и что отдаленно похоже на человеческое существо мужского рода, просто забирается, загружается в автобус и отправляется непосредственно в военкомат, в призывной пункт и далее везде. То есть именно поэтому такое количество из депрессивных регионов, из отдаленных регионов. Ну и второе, то есть это насильственное просто отправление. И второе это деньги. Там 210 тысяч или 208 тысяч, это то, что полагается вознаграждение для, ну по сути дела, плата за жизнь. То, за что человек отдает свою собственную жизнь во благо Путину. Это деньги огромные для жителей отдаленных регионов депрессивных, там Тыва, Северный Кавказ и так далее. Для них это очень большие деньги. Для Москвы, естественно, это деньги, в общем-то, не, ну скажем так, это 200 небольших средней зарплаты. Это, в общем, не те деньги, ради которых человек может рисковать жизнью. Поэтому вот из Москвы так мало берется. Ну, кроме всего прочего, здесь есть некоторое опасение. Не то, чтобы там кто-то станет бунтовать, такой опции сейчас просто в России нет. Но вообще настроение, скажем, жителей окраин, оно Путина меньше волнует, чем настроение москвичей. Все-таки при каких-то обстоятельствах это может иметь значение. Хотя, в общем, здесь, скорее всего, это такие отдаленные угрозы, которые вряд ли беспокоят Путина. А так, в целом, в общем-то, для жителей депрессивных регионов шанс попасть на фронт, он близок к 100%. Вот этими мобиками комплектуют в том числе и 205-ю мотострелковую бригаду из Ставропольского края, военные которой из первой бригады и устроили теракт на Каховской ГЭС. Об этом сообщает украинская разведка. Известны даже фамилии конкретных преступников, которые к этому причастны. Интересно у вас спросить не про военную составляющую и значение этого, даже не происшествия, а этой трагедии и огромного военного преступления, а информационные цели. Как вы считаете, преследовал ли Кремль и военное руководство Российской Федерации какие-либо информационные цели совершает этот теракт? И если да, то какие эти цели? Я думаю, паника это основное, что преследовалось. Значит, вообще такого рода и самое здесь главное, значит, здесь следующие вещи. Очень любопытно. Одновременно идут две волны информационные. Одна информационная волна это то, что это не мы. И удивительная история, как только это появилось, вот в 6 часов утра пошли информационные сообщения об этой трагедии, я не знаю, как иначе называть, это гигантская трагедия. Я очень сильно подозреваю, что всех последствий этой трагедии мы сейчас не знаем. По крайней мере, так сказать, вот я думаю, что это долго придется расхлебывать не только Украине, но и всему миру то, что произошло. Но одна волна это то, что не мы. И сразу же, как только это появилось, я сказал, что это обязательно. Конечно, Россия выйдет с этим в Совет Безопасности ООН. И уже появилось обращение Небензи. Значит, Россия требует рассмотреть этот вопрос на Совете Безопасности ООН. Ну, казалось бы, да, есть неопровержимые доказательства, кто это сделал. Но в данном случае это не имеет никакого значения. И это будет шум на весь мир, что это сделала украинская сторона. Хотя есть инженерные доказательства, есть здравый смысл. Но в любом случае будет обвинение в адрес России. Это вот очень, так сказать, важная информационная составляющая. Поднять большой шум, обвинив в этом украинскую сторону. И вторая волна одновременно идет. Иногда даже те же самые люди, которые кричат, что это сделала Украина, тут же, ну, как правило, все-таки это разные люди, тут же параллельно идут, значит, крики о том, что смотрите, как здорово. А там же у них в Украине есть еще гидроэлектростанции, которые можно подорвать. И на самом деле здесь, я боюсь, что вот это оккупанты нащупали еще одну болевую точку. Длительный период, когда они ничего не могли сделать с украинскими военными, с УСУ, ничего не могли противопоставить. А вот они бомбили, били ракетами по мирным городам, по мирному населению. И это был, так сказать, так называемый ответ, да, асимметричный ответ, как любит Путин. Значит, в ответ на поражение на фронте отвечать ударами по жилым кварталам. Но в последнее время эта болевая точка исчезла, потому что Украина стала сбивать практически все, ну или близко к 100% стало сбивать. То есть на самом деле в эту болевую точку тыкают, но уже не так больно. Понятно, что там даже сбитые ракеты, они производят обломками, так сказать, какой-то ущерб, но тем не менее это несопоставимо. То есть это не так больно стало. И вот они нашли новую болевую точку, в которую собираются тыкать. Причем, ну вот, значит, Каховская ГЭС, дальше будут другие ГЭС. По крайней мере, они хотят этого. Такая заявка есть. Я, конечно, надеюсь, что все-таки это не произойдет, но тем не менее заявка есть такая. И это, с другой стороны, в общем, надежда на какое-то давление на население. Потому что население, конечно, страдает. Я просто... Здесь есть прямая историческая рифма. 18 августа 1941 года при отступлении, значит, из Украины Сталин дал приказ уничтожить, взорвать Днепрогресс. И вот по уровню идиотизма это решение, этот приказ, он был сопоставим с нынешним. Потому что понятно, что в случае этого подрыва с военной точки зрения пострадали прежде всего российские оккупационные войска. Потому что они как раз на левом берегу дислоцировались. И в той ситуации, когда взорвали Днепрогресс, то тоже Сталин взорвал. По сути дела, так сказать, в основном утонули и погибли советские войска. Потому что они там дислоцировались в Запорожье, которое находилось в тот момент, в момент взрыва Днепрогресса находилось, значит, там были советские войска. Погибло очень много народа. В чем здесь сходство? И Сталину, и Путину была абсолютно одинаково ненавистна украинская земля. И так как Сталин дал приказ оставлять выжженную землю, выжженную пустыню за собой оставлять, точно так же Путин, отступая, будет пытаться, ну, если не выжженную землю, то, по крайней мере, выжить не получается. Вот он, видимо, решил Украину утопить. Потому что так же, как Сталин ненавидел Украину, точно так же ее ненавидит и Путин. Вот здесь вот есть очень много общего. И задача, информационная задача, это подавить, значит, сопротивление, запугать, вызвать панику. Ну, понятно, что так же, как обстрелы по мирным городам Украины не добились своей цели. Я думаю, здесь очевидно, что никакой паники, никакой подавленной воли к сопротивлению Украины не будет. Но в данном случае, так сказать, Путин пытается просто принести максимальный ущерб любой ценой, максимальный ущерб Украине за то, что она не сдается и продолжает сопротивляться. И, кстати говоря, следующей вехой я думаю, что у Путина в кармане еще лежит Запорожская атомная электростанция. Я думаю, что это следующий этап. Я очень надеюсь, что до этого этапа дело не дойдет. Но, по крайней мере, мир должен прекрасно понимать, что у Путина этот шаг тоже не является табуированным. То есть, применения ядерного оружия, скорее всего, все-таки нет. А вот Запорожская АЭС, возможно, да. Тем более, что, учитывая, что безопасность Запорожской АЭС в значительной степени завязана на Каховскую гидроэлектростанцию, потому что там вода для охлаждения идет. Но вот я думаю, что здесь возможны и эксцессы без злой воли. Просто может так получиться. Так что вот сейчас, мне кажется, эта информация крайне необходима для распространения за рубежом, для того, чтобы все-таки западные партнеры предельно сконцентрировались на поставках вооружения. Потому что, конечно, заканчивать с этим режимом фашистским надо как можно скорее. Потому что он натворить может много бед не только для Украины, но и для всего. Ну, для Европы это точно. А какой еще реакции следует ждать от международного сообщества? Ну, вот Рафаэль Гросси, вы говорите об угрозе на Запорожской АЭС, сказал, что готов лично приехать, чтобы, что, мониторить ситуацию, соинспектировать ее, своим телом гарантировать безопасность, ну, даст ли это какие-то хоть гарантии? Да ничего, кроме оружия, сейчас не нужно от Запада. Ничего не надо. Никаких, никакие санкции не нужны. Понимаете, вот эти все, весь этот детский лепет по поводу того, а мы сейчас санкциям ударим. Да не боится Путин санкций. Эти санкции, это все такое легкое эротическое поглаживание по российской экономике. У Путина, к огромному сожалению, довольно сильный экономический блок. По главе с этим самым, с Мишустиным. Это крепкие экономисты. Набиулина, Силуанов, Силуянов, это все достаточно сильные экономисты, которые удерживают на плоту фашистский режим с экономической точки зрения. Поэтому ничего, ну да, да, безусловно, санкции бьют, санкции несколько снижают уровень военного потенциала России, да, безусловно. Но они его снижают, но не ликвидируют. И у Путина по-прежнему будет практически неисчерпаемо. Вот мы сейчас говорим, только что вы говорили о повестках, о призыве. У Путина около 40 миллионов людей, которых в принципе можно призывать в вооруженные силы. Сразу он не может ничего призывать. По 150 тысяч будет класть пушечным мясом. Вы, ну, представляете себе, если с точки зрения простой айфметики, 40 миллионов, ну, это примерно цифра людей, которые находятся в призывном возрасте. Ну, вернее, в мобилизационном, не призывном, конечно, а в мобилизационном возрасте. И вот по 150, по 200 тысяч, так сказать, мобилизовывать. Это же на сколько лет хватит? То есть он может укладывать в украинский чернозем поэтапно, так сказать, в течение нескольких лет. И смертоносного оружия тоже. Военные заводы работают. Значит, Уралвагонзавод клепает танки и прочую смертоносную гадость. Другие военные заводы тоже работают. Да, безусловно, такого количества обстрелов, там, Искандерами, крылатыми ракетами, калибрами, кинжалами, постоянно не хватит. Но они производят ракеты. Плюс еще Иран помогает. Плюс еще Китай немножко помогает. Северная Корея чуть-чуть помогает. Поэтому Путин может продолжать эту войну очень долго. Поэтому надо уничтожать этот режим. И вот на это сейчас должна быть направлена вся помощь. А приезжать там с инспекциями, это, конечно, может быть и нужно, чтобы рассказать подробно, что происходит в мире. И мобилизовать его на какие-то действия. Но самое главное, это, конечно, оружие. Сейчас это, мне кажется, настолько очевидно, что... Да, вы вспомнили про Крым. Это действительно очень уместно. Так как подрыв дамбы Каховской ГЭС приводит к тому, что воды в самом Каховском водохранилище станет мало. По прогнозам некоторых экспертов, водохранилище вообще обмелеет. И в таком случае вода в Крым по северокрымскому каналу поступать физически не сможет, ее не будет. И Крым останется без воды. Вот первые звоночки уже есть. Мы сейчас попросим наших редакторов показать видео. Давайте посмотрим. После этого мы зададим вопрос. Что течет из кранов крымчан уже? Это когда еще вода хоть какая-то поступает, да? Но уже смолом, грязная, замыленная. Но и ее в ближайшее время может в кранах в Крыму уже и не быть. И вот вопрос в связи с этим, как Путин мог пойти на такое кошмарное преступление, не только против Украины, а вот той, которую мы сейчас контролируем, территорию, но и против Крыма, который временно оккупирован и находится под властью России. И фактически этим поступком, этим преступлением путинская власть лишает воды еще и всех крымчан. Знаете, я не случайно провел рифму, такой параллель между Путиным и Сталином. Конечно, масштаб злодейства, ну, как бы масштаб этих злодеев двух, он несоизмерим. Сталин один из величайших злодеев в истории человечества. Путин, конечно, мельче, он там в одном сапоге Сталина не умещается, вернее, умещается полностью. Но, так сказать, масштаб другой, но в целом, скажем, концентрация злодейства там, в этом маленьком человечке, она примерно такая же, как у Сталина. Сталину было совершенно наплевать, сколько народу он убьет для своих целей. Этому то же самое. Крым для него – это ярлык, это, так сказать, название, это лейбл, это, что называется, ну, вот такое вот, так сказать, слово, да, сакральное. Но ему, конечно, совершенно наплевать на жителей Крыма, на то, что с ним будет выжженная земля. Очень хорошо. Вот, более того, так сказать, я полагаю, что, ну, люди, люди, Крым, при том, что там очень много людей приехало сейчас из России, не знаю, правда, там обратный отток уже произошел или еще нет, это отдельная тема, и, наверное, нужны другие эксперты, чтобы это проанализировать. Я не очень владею. Но, тем не менее, люди для Путина вообще, в принципе, не существуют как ценности, вообще не существуют. Я думаю, что для него и близкие ему люди, в общем, не очень дороги, особенно сейчас, когда на кон поставлена его жизнь, фактически. Это война, Путин уже бьется, главная цель этой войны. Раньше там были какие-то глупости, там, деноцификация, демилитаризация, там, и так далее. А сейчас главная цель этой войны для Путина выжить. Поэтому ему совершенно наплевать на Крым, на его население, на то, будет там вообще жизнь когда-нибудь или нет. Спасибо огромное за уделенное нам время. Игорь Яковенко, российский социолог, журналист, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.